Участники подтягиваются к точке сбора. На месте получают весь необходимый для работы инвентарь. Организаторы нам всегда выдают обмундирование, мешки, нам дают перчатки, то есть весь инвентарь, который нужен, чтобы помочь волонтерам сделать хорошее, благое дело. Пришли на уборку мусора целыми семьями. Семья Олейник здесь впервые. Отец семейства Максим уверен, нужно быть детям положительным примером. Узнали об этом в интернете, на информационной доске. Так как живем здесь недалеко, на улице Говорова, пришли немножко внести свою лепту, очистить лес от мусора. Среди участников есть и опытные. Миша Шумилова всего 10 лет, но для него это не первая экологическая акция. Тут я второй раз, где-то третий раз я в другом месте. Ну, мне хочется, чтобы планета стала чистой и чтобы в океанах совсем не было мусора. Акция приобрела международный характер. К благому делу присоединился гость из Сирии, Ферас Мустафа, учитель английского языка. В данной акции участвую второй раз. Сделаем это большой день для нас всех. Все нашли время прийти и очистить нашу планету от мусора и позаботиться о природе. Руками, граблями, метр за метром волонтеры разгребают горы мусора, унося его мешками. Кажется, что здесь не лес, а свалка. Очень много мусора. Приходите собирать. Потому что надо сделать наш лес очень чистым, чтобы было приятно здесь гулять с детьми. Много стекла, пластика и жестяных банок. Встречается даже одежда. Первичное сырье бытовых отходов поедет прямиком на свалку. И вторичная заберет компания по реутилизации. Акция помогает узнать, как правильно собирать мусор дома. Я являюсь родительницей Миши. Мы ходим в школу великих открытий. Она организует много различных акций и мероприятий, которые способствуют чистоте планеты. Нам разъясняют, каким образом, что собирать. Рассказывают про пункты приема. Это очень важно. Потому что, когда не знаешь, куда нести, то нет мотивации для того, чтобы собирать мусор дома. Наша задача – собрать наше сообщество. Рассказать. Мы вот в нашем экономе очень много с 2014 года проводим просветительских акций. Уже сформировалось такое сообщество с другим сознанием. Это дети, родители, педагоги. Сарафанное радио уже «Друзья друзей». И, конечно, мы очень рады, что люди приходят, присоединяются к таким акциям. Это всегда очень радует. И, к сожалению, лес грязный. Ни горы мусора, ни моросящий дождь, заставший врасплох, не помешали участникам акции. Желающие стать частью движения в следующем году могут найти всю информацию на фейсбуке. В группе «Всероссийская акция. Сделаем» в городе Одинцово. Татьяна Мигдаль, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.